Добрый вечер. Долгожданная встреча двух журналистов в прямом эфире. Сегодня в гостях у меня Алексей Мочелов, журналист, путешественник, профессиональный бродяга, человек, который ходит по Меру, в основном ездит по Меру в поисках приключений на разные части тела, обычно с большим успехом и результативностью обретает их. И послесловием к одному из своих путешествий он, например, снял, на мой взгляд, блистательный документальный фильм, размещенный везде, где только можно, и в том числе на сайте Финама. Лёша, здравствуй. Добрый день. Проект называется «За камень». Расскажи, вообще-то твоё имя ассоциируется с таким словосочетанием, как «Волок» и «Волок-выходные», а теперь ещё есть «За камень». «За камню» ведь тоже уже несколько лет, просто не все об этом знают настолько масштабно. И у «За камня» появилось теперь документальное послесловие в виде фильма. Ну, в общем и целом, проект «За камень» — это тоже логическое продолжение различных экспедиций Волок, да, то есть есть главная экспедиция, которая идёт от Белого до Чёрного моря ежегодно. Это как стихийное бедствие, которое отменить нельзя. То есть оно должно быть. И есть, соответственно, серия экспедиций, которая носит более такой целевой локальный характер, где, скажем, точкой интереса является конкретная местность, конкретный регион или конкретный объект. Ну, соответственно, экспедиции «За камень» — это серия экспедиций, которые мы организуем в Сибири. Соответственно, всё, что лежит за уральским хребтом, это и есть, в общем-то, местность «За камнем». А, то есть уральский хребет — водораздел не только Европы и Азии, но и твоих интересов. «За камнем» — это как раз спецпроект, то есть камень — это Урал в данном случае. Так точно, да, потому что все экспедиции со времён Ермака, которые открывали Сибирь для, скажем, такой центральной России, они все, по сути, именовались экспедициями «За камень». Ну, мы просто продолжаем эту традицию. Гомер, Мельтон и Паниковский. Ермак, Мочилов, ну и дальше видно будет. Ну, меня, конечно, было бы совсем нескромно причислять к этому прекрасному ряду, особенно к Паниковскому. Явно не Паниковский. Так «За камень» — это всегда, тем не менее, путешествие, которое ты так скромно называешь якобы второго порядка, хотя по протяжённости оно всегда совершенно сумасшедшее. Ну, а почему второго порядка? Потому что если Волок, он ориентирован на широкие, скажем так, массы участников, то есть может любой человек, имеющий внедорожник, взять и принять участие в Волоке. И убиться на своём УАЗе. Ну, в общем, да. То есть это не самое плохое, в общем-то, завершение своего жизненного пути. Ну, правильно. Потому что лучше погибнуть всё-таки на УАЗе где-нибудь в серьёзном мероприятии, чем дома от таблеток подкапелить. Конечно, конечно. То есть мы всё-таки за активный образ жизни и не только. И выход в финал. Точно. А вот экспедиции «За камень» и, ну, например, там экспедиция «Северный Кавказ» или «За Кавказе», которая будет в этом году, это уже путешествия для, скажем, людей, которые стреляны, да, то есть которых мы видели в бою. Мы знаем, что с ними не страшно отправиться за 6 тысяч километров от Москвы. И то, что в сложной ситуации, которая возникает обычно в таких экспедициях, опытом и в рознице ежедневно, человек проявит все свои, в общем-то, такие, ну, как бы, хорошие, положительные, надёжные качества и не впалит в панику. И технику вытащит, и ещё другу поможет. Да-да-да, потому что эти экспедиции, они уже реально непростые. То есть, ну, среди, наверное, экстремалов эти маршруты покажутся, может быть, там, на троечку, на четвёрочку, по пятибалльной шкале сложности. Но для обычного человека, который, ну, ездит по обычным дорогам и дальше каких-то курортов не ездил отдыхать, это, конечно, совсем за пределами добра и зла. Лёш, прости, а вот то сумасшествие, которое Волоком называется, это, с точки зрения экстремалов, по пятибалльной шкале, сколько? Я думаю, на два. Вот этот вот сумасшедший дом, это всего лишь на два? Ну, там сложность в основном связана с тем, что это 3-4 недели постоянного движения, да, то есть, вот сам по себе вот этот ежедневный марафон, он является более сложным, нежели вот пиковая нагрузка, скажем так. То есть, самое главное, не сломаться психологически, не сломать технику на протяжении почти месяца постоянной экспедиции. И не сломаться об лопату, потому что на Волоке ты точкой старта выбираешь обычно что-то совершенно удивительное, экстремальное, причём в хорошем таком градусе замерзания, а заканчивается это всё тоже где-то на скалах обычно уже при бешеной жаре. Человек переезжает из суровой зимы в конкретное лето, причём через всю страну и маршрут, ты как-то так вежливо говоришь, что Волок — это всего лишь навсего Волок, но там те же самые 6-7 тысяч у тебя получается. Да, ну, традиционная цифра 7 тысяч, плюс-минус несколько сотен километров, которые уже являются погрешностью в данном формате. Ну да, Волок на разминку, а потом уже суровый закамень. Просто для меня, так как для слегка отдалённо принюхавшись к этому пороху, возникло ощущение, что большой-то разницы нет, и то, и другое — это очень серьёзное мероприятие. А ты как-то говоришь, это лёгенький Волок, подумаешь, размялся там мещишка где-то, а потом уже поехал закамень. Закамень, не могу сказать, что он прост, но сложный и то, и другое. Тут основная разница лежит, опять же, подчеркну, не в пиковой нагрузке, да, вот именно по сложности оффроудов, конкретно там промежутки пробега, а в том, что если вы сломались на большом нашем Волоке, ну, неважно, как технически, психологически, то вам до дома, скорее всего, недалеко возвращаться. То есть, тысяча километров, какая тысяча километров эвакуации, да? Ну, то есть, там, 30-40-50 тысяч рублей на эвакуатор потратить, и вы дома. И всё в порядке, можно забыть. Да, да, да. А если это Забайкалье или Монголе, то, соответственно, это 6 тысяч километров, и это огромная, как бы, проблема, достать оттуда машину. Чем, в принципе, в 2011 году и волею судьбы занимались, выковыривая из Монголии сгоревший джип Ренли Рубикон. Но тогда уже поконкретнее к этому мероприятию. Дело в том, что прелесть подобных мероприятий, путешествий не лежит во времени, и это не то самое спортивное мероприятие, когда все говорят, вот, это только что произошло, посмотрите, мы получили золотую медаль. Проект «За камень», о котором мы сейчас рассказываем, и документальный фильм, которому полтора года монтировался, готовился к эфиру и, наконец-то, в эфир попал. Это событие 2011 года, несмотря на то, что на дворе у нас 13-й, и актуальности он не утратил, и нельзя сказать, что он устарел. То есть мы сейчас подробно расскажем о том, как Алексей Мочалов провёл буквально коротенький отрезок своей жизни в 2011 году осенью. Это осень была? Это была осень, это был конец сентября и самые первые числа октября. То есть это самый красивый сезон с точки зрения путешествий по Алтаю, Хакасии, Туве, Монголии и Забайкалью. То есть примерно так проходил наш маршрут, потому что это, скажем, ну, наверное, одни из самых наикрасивейших регионов в нашей стране. Ну, вообще за МКАД, когда выезжаешь, уже хорошо, уже красиво. Я, когда начал путешествовать по Сибири, это произошло, наверное, уже после лет восьми езды по европейской части Российской Федерации, там, по Северам, по Кавказу, где угодно. А я понял то, что вот все, что мы видим вокруг нас, скажем, по западную сторону от Урала, это не имеет никакого сравнения с красотой Сибири. Поэтому в Сибири надо съездить обязательно. То есть даже, ну, вот я много где был за границей в том числе, подобной красоты я не знаю, где можно еще увидеть. Именно поэтому по Сибири регулярно можно вместо сусликов-тарбаганов, торчащих и смотрящих вдаль, увидеть иностранцев с камерами, завороженно наблюдающих нашу природу. Да, там, по крайней мере, по основным магистралям и трактам постоянно ездит огромное количество иностранцев, которые каким-то чудом прорываются в нашу страну, получают визы, которые им не дают, провозят машины, которые их сюда не пускают и так далее, и в итоге ездят. Но понятное дело то, что ни эти иностранцы, ни львиная доля путешественников не забираются так далеко и глубоко, куда ездим мы. А как показывает практика, самое интересное находится там, куда человек практически не может добраться. Вот так вот, к сожалению, а может быть, к счастью, в общем-то, складывается наша российская действительность. То есть там даже следов Макара нет, поскольку телят он туда не гонял. Да, чаще всего полный отрыв от реальности, когда ты смотришь по сторонам и понимаешь, что это не может быть правда, то есть не может быть так красиво на самом деле, наступает тогда, когда ты уже не ожидаешь здесь встретить не то, что человека, но даже, по сути, и зверей, потому что любые животные, они как бы не было смешно, все равно тяготеют хоть к какому-то жилью. Вот. Соответственно, там настолько дико, что ты понимаешь, что ты здесь уже не встретишь никого. При этом есть какое-то ощущение дороги под колесами. Дикость дикостью, но кто-то здесь пытался что-то сделать. Эти дороги, они практически не зарастают. То есть... Нечем. Нечем. И нужно очень, чтобы прошло много времени, чтобы заросли вот эти регулярные, нерегулярные, скажем так, дороги, которые проложены по тому же Алтаю, Хакайси, да где угодно, по Казахстану. Мы неоднократно ездили по старым генштабовским картам. Понятно, что по этим дорогам лет 20-30 никто, может быть, ни разу и не проезжал, но дорога при этом совершенно нормально читаемая, с картой совпадает. А временами, я так понимаю, вы натыкались на те самые дороги, по которым до вас ездил только Чингисхан. Даже не столько ездил, сколько ходил. Ну, там, где он ходил, понятное дело, была тропа, и это все-таки уже дороги от чего-то четырехколесного, потому что как минимум в наличии две колеи, лево и право. То есть все-таки по следу Чингисхана перед тобой кто-то успел проехать, тот же самый Ермак на джипе. Да-да-да. Но я уверен, что если бы в нашей экспедиции участвовали люди, близкие к археологии, то на каждой нашей стоянке можно было бы что-нибудь интересное найти. Мы просто не умеем смотреть под ноги, к сожалению. Да, действительно, нету просто научного навыка, но при этом вами ведь двигало и любопытство, и познание, а это познание со временем потихонечку перерастает в научный интерес. Конечно. То есть здесь цель не бездорожье ради бездорожья. Мы сейчас на самом деле прервемся на новости, которые просто фантастические, насколько интересные, а потом опять поговорим о бренном. В гостях у Сергея Слоняна Алексея Мочилов, журналист, путешественник, человек, умеющий найти приключения, создать приключения и устроить приключения. Речь о приключении под названием «За камень». «За камень» — это экспедиция. Леш, по какому маршруту вы проехали в тот раз конкретно? Начали где? Мы стартовали в городе Казань от Великой реки Волги. Казань все-таки брал. Да-да-да. Ну и, соответственно, двигались лесами-полями, перевалили через Уральский хребет, как бы, за камень. Потом прошли по остаткам старой Бабиновской дороги, доехали до Омска, приехали на Алтай. С Алтая перебрались в Туву. Из Тувы переехали за пределы Российской Федерации в Монголию. Прошли там большой такой крючок по горной Монголии и ушли в Забайкалье. И таким финальным аккордом было прохождение кругобайкальского маршрута, по которому, в общем-то, мало кто ездил, а те, кто ездил, не забудут это никогда. Потому что дороги там регулярные нет. Там остался всего лишь зимник, по которому возили в свое время шпалы при строительстве БАМа. Ну и, соответственно, как БАМ построили, дорогу тоже забросили. Тем более, что вы ехали осенью, до зимника там было еще терпеть и терпеть. Сколько машин было в экспедиции? Машин было пять, причем состав периодически менялся. То есть на место убывающих машин добавлялись вновь прибывающие. Ну, в общем, стабильный состав был пять экипажей. На чем ехали? Какая подготовка потребовалась машинам для этого, в первую очередь, не людям? Машины были все разных марок. Это добавляло, скажем, определенного адреналина. Потому что, естественно, на каждой машине надо было вести отдельный комплект запчастей. Значит, ехал Land Cruiser 100, ехал Mitsubishi Pajero 2, потом Jeep Wrangler Rubicon, потом Land Rover Discovery 3 и Nissan Patrol. Который? 61-й, но совсем от последних выпусков, 2010-го года выпуска, привезенный серыми дилерами через Хабаровск с мотором TD-42. То есть это легендарная машина, которая, по сути, обкатывалась в режиме этой экспедиции. Она была еще совершенно новая. Какая специальная подготовка потребовалась машинам для этого? Ведь они же все лифтованные были, все с защитой, все на специальной резине. В общей сложности требование было такое, что колеса должны быть обязательно грязевые. И размерность должна быть не менее 33 дюймов по внешнему диаметру, потому что иначе было бы очень сложно ехать по камням. Единственное исключение было для Land Rover Discovery 3, потому что в него просто такие колеса нельзя никак установить. Но мы как бы надеялись, что пневмоподвеска ему поможет. Но она, в принципе, помогла. Он прошел этот маршрут. Ну, естественно, защиты были на многих машинах. Но, опять же, на тот же самый Nissan Patrol защитники просто не нужны, потому что он и так чугунный. И можно крушить любую природу. В общем, да. Запас топлива тоже с собой на плечах тащили? Обязательно. Потому что с дизельными машинами было попроще, а с бензинами, с той же самой Toyota Land Cruiser, с ее расходом в 26-30 литров на 100 километров, понятное дело, что запас был 200 литров на борту. И его хватало впритык на некоторых участках от заправки до заправки. То есть, все-таки какие-то очаги цивилизации там изредка случались? Ну, мы как бы уже живем на такой планете, где абсолютно необитаемых мест практически не осталось. Естественно, поселки появляются, заправки чаще всего выглядят совершенно непривычно, без магазинов, без капучинов, стаканчиках и так далее. Но бензин есть, как обычно одной марки, в кавычках, хороший. Соответственно, с дизелем примерно то же самое. Не каждая машина после этого заведется. Ваши завелись? В общем и целом, да. То есть, совсем изнеженных каких-то таких автомобилей у нас все-таки обычно в экспедициях не ездят. Поэтому все то, что поехало с нами на закаменье, ну, в общем, жизнеспособно в данных условиях. И вот ехали вы ехали, и с какой страницы повествования начались именно приключения, в поисках которых вы и отправились? Приключения такие полноценные начались на границе Алтая и Тувы. Потому что регулярных, опять же, каких-либо асфальтированных или там даже грейдерных дорог между этими двумя регионами нет. И чтобы попасть из одного субъекта федерации в другой, нужно сделать крюк там в несколько тысяч километров вокруг. Либо пройти небольшой такой, не знаю, на сколько там, километров на 500-600 участок бездорожья через горы. Маршрут очень любим джиперами, поэтому маршрут проходит в год, там, наверное, 2-3-4 экспедиции. И устоять, конечно, от искушения проехать там невозможно, просто из-за бешеной красоты. Там огромное количество рек, ручьев, каких-то озер, гор. Ну, в общем, это сказочно, это невозможно передать словами, именно для этого мы и снимали фильм, по сути. То есть джип — это инструмент познания мира, в котором ты живёшь. Можно уехать и увидеть. Конечно, да, потому что дороги общего пользования прокладываются там, где проще обычно. А там, где проще, обычно не самые красивые. Уже и не красивые абсолютно, да. Через все эти хребты, естественно, дороги никто никогда не рубил, потому что смысла в этом особого нет. И, соответственно, туда можно добраться только, если это кому-то очень нужно. А это нужно обычно бывает только к путешественникам и военным. Военные обычно это не афишируют. Ну да, да, это, в общем, такая тайна, покрытая мраком. Хотя им можно позавидовать. За счёт того, что с вами ехал профессиональный оператор, это как-то изменило график, скорость и направление движения? Вот это вот очень такой правильный и интересный вопрос. Сразу видно то, что Сергей очень хорошо представляет, о чём идёт речь. Съёмка в экспедиционном режиме – это очень сложный такой момент, потому что нужно всё-таки разделять, что мы делаем. Либо снимаем фильм, либо мы едем. Либо рубимся, либо позируем. Точно, да. Поэтому снять фильм в режиме именно такого реального передвижения, когда нет никаких постановочных кадров на проезд, как машина подъезжает к камере, как она уезжает к камере и так далее – это особый талант человека. И с нами ехал прекрасный оператор, он же монтажёр, он же по совместительству мой друг Григорий Лаевский. И мы уже несколько разных фильмов с ним вместе снимали. Вот он умудряется таки ловить тот самый драйв, который происходит в реальном времени, включать камеру, когда нужно, и выключать её тогда, когда, соответственно, можно просто спокойно отдохнуть и не переводить плёнку на холостое просто записывание хронологии путешествия. Вот камера Лаевского, она смогла передать красоту, потому что то ли вы как-то в нужном месте замирали и переставали дышать, то ли он мастерски видел это и чувствовал, но не всегда удаётся передать красоту природы. А в вашем фильме это есть, причём там много кадров неукрашенных и неиспорченных автомобилем, а именно природа. Причём природа осенняя, увядающая, а в этой климатической зоне она кардинально отличается от того, что мы привыкли видеть за окном. И там, благодаря этому фильму, можно прочувствовать, насколько красивые места были увидены вами. Это всё-таки мастерство или места настолько неотразимые, что любой бы справился? По сути, и то, и другое верно. То есть, с одной стороны, места реально фантастические, и любой человек, имеющий в руках фотоаппарат или видеокамеру, скорее всего, снимет нечто такое, от чего все друзья потом будут в восторге. Но увидеть это и снять так, чтобы это хватало за душу не просто человека, который там никогда не был, а даже тех, кто там был, видел и знает, как это на самом деле, это вот и есть мастерство. Но я вам скажу немножко по-другому. Снять это полбеды, надо же смонтировать. Вот именно по этой причине на монтаж ушло полтора года, потому что снято, если бы было материала много, фильм же занял всего 25 минут. И вот из всего вот этого вот огромного количества снятого материала... Из-за этих тысяч километров снятой плёнки? Да, да, да. Собрать нечто такое единое, целостное и гармоничное, вот это вот как раз и есть основная сложность. То есть я чуть-чуть попробовал в своё время работать на телевидении. И поэтому и там и не работаю, потому что это на самом деле сумасшедший дом. И если ты хочешь снять что-то реально глобальное и качественное, ты должен никуда не спешить. Поэтому полтора года, по сути, это нормально. Лаевский, он обладает ещё и чрезвычайно крепкой нервной системой, потому что кадры, где вы пытались утопить его вместе с Паджеро, они сняты настолько недрогнувшей рукой, что было понятно, это человек, уж если за что и беспокоился, только не за свою жизнь, а только за хорошую картинку. Это, кстати, это страшная переправа, где Паджеро утонул. Это где было, в каком месте? Это за Байкале, это Джоргинский заповедник. И эти кадры, они чем интересны, что там видно, как духи остановили Паджеро, как говорится. Потому что человек, который сидел за рулём у Валерии, он опрометчиво выкинул в реку бычок от сигареты. Это было именно оставлено в фильме для такой педагогики, для потомков. И машина тут же насадилась на камень и зависла просто посреди реки. И это можно воспринимать как юмор, как шутку, как что угодно. Но когда человек хотя бы два-три раза ездил всерьёз по шаманским местам, то есть по Забайкалью, по Бурятии, по Туве, как ты начинаешь в это вовсю верить? Вот фильм это иллюстрирует просто идеально. С духами действительно лучше не спорить ни на какой территории, а тем более на той территории, где они всё-таки главные. Там другого-то нету. Там духи, а чучело людей там встречается, конечно, редко, но парочкой могли бы там украсить местность эту. Ну, если бы они совсем плохо себя делили. Конечно, да. Ну, то есть это как в нашей центральной России есть намоленные места, и все понимают, что любое богохульство в этом месте, это, мягко скажем, нехорошо. Но православие в этом отношении чуть-чуть с оттяжкой действует, оно не сразу накрывает. А духи, они молниеносны. Ну да, там нет посредников и так далее. Да, конечно, они прямо здесь, потому что они наблюдали с того берега, как это происходило. Я, кстати, думаю, дух воды, собственно, был первым, кто среагировал на попавший в него бычок. Я думаю, да. Я думаю, что ему было, мягко скажем, неприятно. Но последующее развитие событий, вот ввиду уже упоминаемого пожара Ренглера, в общем-то это тоже была, по сути, месть духов на не очень почтительное отношение к святым местам, скажем так. Ну, поподробнее, вы где Ренглера зажарили? На какой территории? На Монголии. На монгольской территории, причем в самой дальней точке нашей экспедиции относительно цивилизации. То есть нам что назад было километров 500 возвращаться, что вперед. А, кругом 500. Мы об этом у Высоцкого как раз слышали. Да, 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 да. Я вот тоже неоднократно вспоминал эту песню. И, опять же, если смотреть фильм, то там видно наше такое некоторое замешательство в этот момент, когда мы поняли то, что все, машина, в общем-то, труп. И при всем при этом она еще застрахована полностью. Ее надо бы как бы оттуда вытащить желательно, потому что она все-таки новая. Достать полицейского, который на луноходе приедет сюда и что-то сделает. А тем более, это монгольский полицейский, который живет в городе Уламбатаре, и это те же самые 500. Да, да, да. Тем более, монгольский полицейский нам не помощник в данной ситуации. Никакой полицейский вам не помощник в такой ситуации? Конечно, конечно. Вот, поэтому, скажем, отправляясь в подобные регионы, очень важно быть, скажем, с чистыми помыслами, я бы сказал. И когда ты постигаешь чужой мир, желательно не диктовать этому миру. Перерыв на новости, сейчас вернемся. Сегодня, наконец-то, не только с Сергеем Исланяновым, но и с Алексеем Мочиловым. Журналистам и путешественникам мы остановились на том, как вы зажарили ренглера в Монголии. Что случилось-то? Вы в костер попали? Случилось, в общем, то, что случается достаточно часто с конкретно этой моделью компанией Jeep. Так как в Монголии сплошная степь, как известно, в степи растет много травы. К осени она обычно превращается в сухостой. Ну и, соответственно, когда машина едет по колее, так или иначе, колоски и какие-то кусочки растений, они набиваются везде. Они набиваются в радиаторе, ну, в общем, во всех узлах и агрегатах, во всех щелях, куда только можно пролезть. Скажи, пожалуйста, это гербарий или экибана? Это практически порох, к сожалению. В общем, это очень легко возгораемая, получается, субстанция. Когда она забивает радиатор в этом методе, ничего, в принципе, страшного. Машина просто начинает чуть-чуть перегреваться. Ты, по сути, почистил радиатор и поехал дальше. А вот если вот этот вот сухостой набивается в районе катализатора, например, который отвечает за экологию наших прекрасных двигателей внутреннего сгорания, чаще всего происходит возгорание. Есть машины, к которым это предусмотрено и, соответственно, исключена такая возможность. Но вот компания Jeep является в отношении очень консервативной. Они этот узел на протяжении многих лет не модернизировали и внесли поправки только вот уже, по-моему, в 2012 году, когда поставили мотор 3.6 Pentastar, вот у него вроде как убрали катализатор в другое место и теперь они не должны гореть. Но на протяжении многих лет это, в общем, была такая обычная история. Если, опять же, пройтись поиском по YouTube с запросом «Горящий Jeep Wrangler», этих роликов будет огромное количество. Потому что счастливые обладатели машины максимум, что могут сделать, это снять это на мобильный телефон. Да, уже больше ничего не остается. Тем более, что, видимо, у американцев нету прерии, поэтому они не знают, что такое сухостой. Ну да, но там есть еще забавная особенность, то, что в инструкции к автомобилю Jeep Wrangler, как там оказалось написано, что на нем нельзя ездить по траве, ну, соответственно, нельзя ездить вообще в принципе бездорожья в Российской Федерации в летнее время. То есть можно ездить только зимой. Да, зимой, либо к магазину по асфальту. Ну да, в общем, это такие интересные особенности. Естественно, во всяческих гарантиях было отказано, в страховке было отказано. И, в общем, суд идет уже полтора года по этой машине. То есть он идет гораздо дольше, чем делался фильм. Итого, он вспыхнул у вас как? Синим пламемем? Потому что в кадре, на самом деле, там видно, что оператор тоже принимал участие в шаманских танцах с бубном. Кстати, причина-то в чем была? Шаманы на что обиделись в этот раз? Шаманы обиделись на то, что мы, проезжая святое место, ну, очередной перевал, там, где обычно навалена такая определенная кучка камней висят. У монголов это называется обо. Ну, вот, видимо, так у них это и называется. У нас это кучка камней, извиняюсь. Значит, мы остановились, фотографировались, а конкретно этот рендлер как раз в процессе чистки травы из-под катализатора заехал на один из, видимо, священных камней. И, ну, совершенно не подумав и без какого-либо злого умысла, но, в общем, это было немножко опрометчиво, я бы сказал. Духу наступили на какую-то часть тела. До этого момента машина, в общем, вела себя совершенно прекрасно. После этого момента она трижды пыталась сгореть, на третий раз она все-таки загорела. Происходит это, в общем, совершенно, как бы... Само-само-само-разумеющееся. Да-да, совершенно естественным образом. То есть ты едешь, просто начинается запах паленой травы в машине, ты останавливаешься. Так как все же продувается на ходу, то, естественно, вот эта тлеющая трава, она там хорошенько так дымится. Вот, начинаешь выковыривать ее оттуда. А потом, ну, хорошо, если успел. Если не успел, то она в итоге вспыхивает, а прямо над ней находится пластиковый топливопровод, который плавится, и как бихвордов шнур, бьет одним концом, соответственно, в подкапотное пространство, вторым в бак. Вот, к счастью, бак у нас выдержал, подкапотное пространство нет. Выгорела вся проводка, и машина стала, в общем-то, большой американской недвижимостью в степях Монголии. Я так подозреваю, что настолько сильно обиделись духи, что суд выиграть не получится. Они не на стороне водителя. Ну, если честно, я думаю, что водитель уже 250 раз все искупил, поэтому духи все-таки тоже имеют некое понятие о милосердии, я думаю, что все-таки суд надо выиграть. Это было бы правильно, мне кажется. Особенность этих ОБО в том, что некоторые из них пустые и являются местом поклонения, а некоторые из них полные, там мощи лежат. Поэтому, если он заехал в ОБО, в котором присутствует конкретика, то шансов, конечно, очень мало. Ну, вот, как говорится, проверен. Ну, сам знаешь, в нашей стране суд может идти сколько угодно времени. К тому времени эта машина может уже умереть своей смертью. Это просто станет памятником навсегда, уже на постаменте. Так, а выкручивались-то вы как? Потому что я-то фильм видел, а на самом деле его остальные только бросится смотреть после нашего с тобой эфира. Выкручивались достаточно экзотическим способом. Мы собрали некий совет участников. Поняли, что 600 километров тащить машину на буксире мы, конечно, можем, но, скорее всего, мы прикончим сцепление на каждой из оставшихся живых машинах, перегреем коробки автомата и так далее. Поэтому максимальное количество километров хотелось бы провести машину на чем-нибудь более тяжелом, например, на грузовике. Ну, соответственно, два дня мы потратили на то, чтобы договориться с монголами. На языке иероглифов и рисунков о том, что надо загрузить, соответственно, рейнлер в их грузовики, которых там много на самом деле, потому что они возят сено, на них там дрова и так далее. И прокатить нас до озера Хабсугул. Вот уже вдоль озера нам оставалось только тащить машину потом буксиром, потому что там уже грузовик никакой не пройдет. Хабсугул, кстати, это то самое уникальное озеро, которое дало монголам основание завести себе целое министерство водного транспорта, потому что по остальным совершенно водоемам у них ничего судоходного не плавает, а там у них была какая-то шлюпка. Поэтому в Ламбатаре у них в свое время при социализме сидел специальный министр. Он был директором этой самой шлюпки. Да-да-да, причем шлюпка, если мне не изменяет память, была одна. Конечно, естественно. Так вы все-таки нашли машину, которая вас потащила. Да, это была тоже отдельная история, потому что этот грузовичок, корейский Hyundai, он был, в принципе, в бодром состоянии, но шины у него были стерты до ниток практически. И мы сутки ждали, пока они окончат такой полевой шиномонтаж, потому что им надо было из всей вот этой рванины покрышек, валяющихся вокруг юрты, собрать комплект колес, который довезет их там 300 километров по степной дороге в одну сторону, и потом еще вернется назад. Эти колеса у нас по пути взорвались, но, к сожалению, именно эти кадры в фильм не попали, ну, просто потому что фильм все-таки на 25 минут, а не на 3 недели. А вообще эти кадры существуют? Конечно, конечно. Нужно сделать вторую серию, потому что это тоже экстремально, не каждый день подобное будет. Но у монголов, в принципе, такая традиция. Они привыкли, что обод тележного колеса в замене не нуждается, поэтому несколько веков шиномонтажу не уделяли внимания, никак не развивали его. То, что вы заставили монголов подсобрать еще один комплект, это, по-моему, достаточно историческое событие, которое может и в местные учебники истории войти. До вас никто так не поступал с монголами. Ну, это, как говорится, только монголам известно, поступали с ними так до нас или нет. Но для них это было явно тоже большое приключение. И нам было очень интересно наблюдать, как монголы ориентируются в степи без GPS-ов, потому что мы это ехали, понятное дело, у нас там система навигации, там космос, снимки, все подряд. А у этих друзей, по сути, ничего, даже карты нет. То есть мы им просто показали на карте, куда нам надо, выстроили за ними в колонну и сопровождали этот прекрасный катафалк с Ренглером в кузове ну, на протяжении, опять же, полутора дней примерно. Столько заняло вот это прохождение там 300-400 километров. То есть GPS-навигатор встроенный не только у кошки и у лошади, но еще и у жителей степей. Ну, это на самом деле любые жители непривычных для нас ландшафтов там ориентируются так, что мы люди из Центральной России понять это не можем. То есть я много раз обращал внимание, как ориентируются, например, горцы в горах. То есть мне это недоступно даже после 10 лет там горных экспедиций. Ну и, соответственно, то же самое с монголами. Как-то несколько лет назад у нас была экспедиция по пустыне Гоби и нас сопровождал полковник спецслужб местных. Так вот он спал на заднем сиденье, когда мы подъезжали к какой-нибудь развилке, не понимая, куда нам левее или правее, он практически не открывая глаза, говорил, да правее здесь. Мы у него спрашивали, когда здесь последний раз был? Он говорит, в детстве. Ну, то есть, как можно вот на чистом поле в этих развилках так ориентироваться, нам это недоступно. Да, мы все-таки дети цивилизации, для нас отсутствие горячей воды уже экстрим. Леш, а вот там в кадре есть совершенно фантастическое прохождение по дороге, состоящей из камней. То есть там какие-то такие плиты чудовищных размеров, по которым вы скреблись и высекали искры из техники. Это где было? И как долго это продолжалось? Ну, это уже, соответственно, за Байкале. Это как раз тот самый легендарный 110-й зимник, по которому возили шпалы на предстоятельстве Байкала Амурской магистралии. А на чем там можно возить шпалы? На тяжелой грузовой технике, на тех же Уралах. Там, по сути, до сих пор изредка ездят абсолютно бешеные местные коммерсанты, которые возят, например, мясо на Уралах, там, из Бурятии, вот, ну, на север туда, в Новый Уаян и так далее. Это единственная транспортная магистраль, потому что можно сделать огромный крюк по другому берегу Байкала, но люди не настолько богаты, чтобы оплачивать там бензин на какой-нибудь там очень прожорливом автомобиле на полторы тысячи километров, например. Ну, и опять же, это время. А при достаточно хорошей сноровке вот эти там 200-300 километров тотального бездорожья, они проходят там за день. На Урале? Да, ну, на Урале, да. Подключил все, что можно, и дал. Ну, в общем, да. Ну, по статистике, там трафик настолько маленький, что если, ну, сломаться и ждать, когда пойдет попутка, можно там и окалеть. Но только если ты везешь мясо. Тогда можно еще как-то попытаться подождать. Ну, в общем, да. Ну, очень это все рискованно. У нас там был, на самом деле, опять же, момент, который не попал в кино, потому что это было практически невозможно снять. У нас вот посреди вот этого каменных вот этих завалов сломался стартер на Long Cruiser 100, который с автоматической коробкой. Так. При этом стартер находится настолько хорошо замаскированно, что для того, чтобы до него добраться, нужно разобрать полмотор. И это как раз уже к вопросу о доброжелательности духов. Машина завелась. Потом, когда разобрали ее в Севербайкальске, местные электрики сказали, что этого не могло быть. Она не могла уже завестись, потому что там все сгорело. Но вот она в итоге взяла и завелась. Вот как она завелась, это ни один рациональный ум никогда не поймет. В этом и интересны поездки по этим регионам, потому что там к совершенно очевидным каким-то факторам, которые легко объяснимы с точки зрения образованного человека, есть огромное количество всяческих таких нюансов, я бы сказал. Ну, а еще в таком случае, что не попало из волшебства или чудес в кадр? Ну, опять же, связанные с шаманами, значит, там есть такой эпизод, когда мы получаем благословение в Иволгинском Дацане под Улан-Удэ. Бывал, бывал. Да, там хорошо. Причем, кажется, даже там вместе с тобой были. Да. Вот так в 2008-м. Ну, бывало, да. Да, да, да. Значит, нам повезло очень сильно как раз с ламой, с настоятелем этого монастыря, потому что мы туда попали в вечернее время, когда уже, скажем так, неприемные часы, но он увидел то, что мы путешественники, а не просто туристы, и сделал для нас такое какое-то очень естественное исключение. Провел экскурсию по Дацану, мы посетили, соответственно, в мавзолее, там, где находится нетленное тело. Никогда не забуду, не запомню, извиняюсь, имя этого прекрасного человека, этого лама, который там в мавзолее, в общем-то, и находится. И мы вернемся через новости к подробностям этого эпизода. Алексей Мочилов в студии. Мы рассказываем, на самом деле, Леша рассказывает, я внимательно слушаю о том, как ездили в экспедицию за камень, сняли фильм, фильм будет, его сейчас можно посмотреть в Ютьюбе, со временем можно будет посмотреть на Финаме у нас здесь. И Волгинский Дацан. Да, и, в общем, настоятельный монастырь нас, по сути, благословил на вот это самое прохождение вокруг Байкала. Причем нам были выданы такие мешочки с гостинцами, с таким сухим пайком на дорогу. Это было очень трогательно. Но почему я все рассказываю? Потому что мы договорились накануне о том, что прямо на въезде на 110-й Зимник в одном из крайних сел нас, мы встречаемся с шаманом, который точно так же должен как раз замолить местных духов на успешное прохождение маршрута. Это совершенно все не шутки, то есть буряты совершенно свято в это все верят. Прости, но здесь конфликт конфессиональный, потому что... Да, в этом-то весь и вопрос. Значит, мы, естественно, не ожидали, что в Датсане нас как-либо вообще отметят наше посещение. То есть мы туда заехали просто как туристы на экскурсию. Но у тебя вообще так принято туда, в Вологинский Датсан, заезжать регулярно? Ну да, я там был раза три, наверное. Значит, по этой причине мы совершенно не ожидаем никакого подвоха. Приезжаем к шаману, и он отказывается с нами общаться. Вот наотрез вообще. Я, соответственно, выхожу с ним на крыльцо и говорю, ну как же так? У нас такая миссия, нам так... Ну у нас риск реальный. Может быть, вы все-таки сделаете что-нибудь? Он просто махнул рукой и сказал, у вас и так будет все хорошо, и ушел. То есть вот это вот... Вот это как раз конфликт конфессии, он и произошел. То есть он, видимо, это каким-то образом почувствовал и какие-либо обряды совершать отказался. Я такого не видел ни разу. В данном случае вы находились под более весомой защитой официальной религии, и шаманство тихо уступило Пальву Первенству. Она сказала, ладно, ладно, с этими ребятами и так все нормально, а не нам тягаться с Иволгинским Датсаном. Ну, видимо, да. Поэтому стартер, сгоревший стартер, который сам завелся, это, в общем-то, видимо, было из этой оперы. Все-таки от Иволгинских ребят, а не от местных. Ну, это уже, как говорится, совершенно сложно предположить, откуда пришла помощь, но, к счастью, она пришла, потому что вот достать оттуда лонг-крузер было бы очень проблематично. А главное, даже смотаться куда-либо за запчастями и вернуться, это было бы приключение, ну, не знаю, дня на четыре. Да и вообще не под каждым кустом запчасти для этой машины там водятся. Лонг-крузер в Сибири, это машина национальная, их там гораздо больше, чем продукция автоваза, поэтому... Стартеры там дорожные были. Да, на лонг-крузер, да, вот если бы это был бы Крайслер, то да, стартеры на Ренглер, ну, который уже сгорел перед этим. Да, нормально все. Он уже упокоился, с ним вопрос был решен кардинально и сразу, при том, что без жертв все-таки. Да, да. Потому что бензобак мог бы там и порадовать. Да, он чудом не порадовал, на самом деле. Ну, так. Ну, и, в общем, мы, соответственно, когда проходили этот каменный триал, неоднократно замечали, что между камней лежат какие-то обрывки мешков. И я долго не мог понять, кто же везет так груз, что его постоянно роняют, и вот они валяются, эти мешки. А уже потом, после экспедиции, я у местных узнал, что именно таким образом проходит этот самый каменный триал. То есть грузовики везут в кузовах, мешки с опилками. И вот в эти вот огромные трещины между камнями просто подкладывают мешки и едут спокойненько. Ну, вот эта мудрость, с ней надо родиться, то есть ты надо там жить. Мы, естественно, не знали. В следующий раз я без мешков с опилками туда просто не поеду. Дорогу возьмем с собой. Конечно. То есть это вам не какие-нибудь там сэндвич-траки и прочая штука, которая там на крыше красиво так у машины болтается. Да, мешок с опилками выглядит гораздо менее фатогенично, это точно. Много надо. Ну, на самом деле они легкие, поэтому можно хоть всю машину увешать. Какие еще мудрости, какие еще открытия вы сделали по ходу пьесы? Ну, открытий-то на самом деле не так много, но чисто технических нюансов-то немного. То есть для подобных маршрутов, конечно, чем больше диаметр колеса, тем лучше, понятное дело. То есть если бы мы ехали на более подготовленной технике, было бы гораздо проще. Но, как говорится, вооружиться до зубов и быть при этом суперменом нет ничего более простого. Сами понимаете, вот проехать на более-менее штатной технике, которая может ездить на работу, это гораздо более, скажем, жизнеспособная история. Вот, поэтому все, скажем, выводы, которые были с этим связаны, это то, что главное, надо готовить технику правильно. Но местные, кстати, ведь подобной техникой, как правило, не обладают, а шляются практически по тем же самым, ну, по крайней мере, сопоставимым маршрутам. Или нет? Или есть такие места, в которые они вообще не суются? Они не суются на эту дорогу. То есть, когда местные спрашивают, вы откуда едете, и ты говоришь, что мы прошли по 110-му километру, местные, у них просто глаза, как две майонезные банки, и они удивляются очень сильно, потому что они все слышали об этой дороге, но на ней реально почти никто не был, потому что они ходят просто легендарные рассказы, как это все страшно и ужасно. О том, что делать там нечего, а на самом деле, вот они, мы сказали клятые, бац, опять выехали. Ну да, но мы, правда, не первый раз по этой дороге проходим. Опять же, в 2008, не, в 2009 году мы проходили зимой этот маршрут, причем на одном Land Rover Discovery 3, но это была экспедиция совместная с телеканалом Автоплюс, соответственно, я в ней тоже принимал участие. Там было еще страшнее, потому что машина была у нас одна. Потому что вторая, которая была в качестве технической поддержки, почему-то скончалась, не перенеся русских морозов. Ну, в общем, да. То есть, она даже не стартовала, поэтому мы все набились, как сельди в бочке, в одну машину, плюс нас там чуть-чуть пытались сопровождать егеря на Уайзике. Ну, и, соответственно, было тогда полное такое первопрохождение. То есть, до нас эту дорогу, в общем, практически никто, наверное, и не ходил. А после нас это уже стало МЕК для джиперов. То есть, это такой маршрут, маршрут престижа. То есть, любой более-менее серьезный экспедиционщик, который, ну, вот, мечтает излазить всю Россию, считает это такой визитной карточкой. То есть, я прошел там 110-й километр, я переехал через Грачевский перевал на Кавказе и так далее. Такие вот места, места, которыми можно гордиться, скажем так. Ну, как у альпинистов коллекция семитысячников, как у охотников, живодеров количество убитых это Великая четверка африканская. Всегда мечтаю, чтобы пятым там, на самом деле, первым обязательно оказывался сам охотник, не обязательно убивать буйволы, льва, слона и тигра, я бы положил бы там одного человека, чтобы животные сохранились. Но джиперы в этом отношении все-таки, они люди, которые природу не портят, как правило, оберегают, изучают, а потом снимают подобные фильмы, чтобы остальные могли полюбоваться, позавидовать, а некоторые, может быть, позвонить коллегам и сказать, слушайте, давайте я тоже с вами, собраться в стае и попытаться одолеть. Ну, как гласит старая поговорка, настоящих буйных мало, то есть все-таки посмотреть, это гораздо приятнее, потому что это можно сделать дома и в тепле. Поехать, это все-таки поступок, тем более, что большинство людей отпуск там один раз в год, по сути, да, и убить отпуск вместо, там, ну, привычного какого-нибудь трипа по Европе, вот именно в таких болотах, после, после такого экстрима, по сути, нужен очередной отдых, да, уже где-то нибудь отмокнуть на пляже, неделю хотим, привезти Костя в порядок и так далее. И еще полгода машину. Да, поэтому это, ну, такое, скажем, приключение далеко не для каждого, и, ну, правда, те, кто вот на этот крючок подсаживается, они уже, конечно, с него не слезают. Ну, вот, судя по фильму, природа вам все-таки и по температуре, и по количеству солнышка, и по сухости под копыточками, она благоволила. Не было никакого экстрима, когда бац, вдруг хляби небесные разверзлись, а там потом пески зыбучие вам отомстили. Ну, это, по сути, был расчет. То есть, я именно специально рассчитывал на этот сезон, потому что известно, что каких-то таких прям капитальных дождей ожидать не приходится. По ночам будут уже капитальные заморозки, скорее всего, соответственно, земля подмерзнет, и там, где совсем болото, мы будем идти все-таки не настолько экстремально. То есть, сезон был выбран абсолютно не случайно. Этот вопрос, на самом деле, часто задают на тех же форумах в интернете, но вот, если бы я поехал опять, а наверняка когда-нибудь я поеду опять, скорее всего, это будет этот же сезон, то есть осень. Насчет опять. Ну, вот этот красивый фильм уже есть, соответственно, в твоей коллекции семитысячников покоренная вершина и документальное тому подтверждение, но ведь проект «За камень», он регулярный, и? Есть план, боюсь пока озвучивать год, это будет либо 14, либо 15 год, мы хотим сделать проект «За камень» по зимникам, то бишь, это будет такой февральский, мартовский проект, причем, в идеале, я планирую пройти от Байкала до моря Лаптевых по рекам, то есть, это такая, по льду рек прямо, соответственно, это такая будет красивая очень история, но она, опять же, не для каждого, потому что для этого надо все-таки набить уже энное количество шишек, потому что, если допустить какую-нибудь роковую ошибку при морозе минус 50, это может стоить жизни, и никакой МЧС вам не поможет. Но это как бы тяжелый проект, а чуть-чуть более простые у нас вот в этом году будет проект «Волок за Кавказе», мы будем исследовать Армению, Азербайджан и Грузию. Естественно, труднодоступный горный район, понятное дело. Военными тропами бывших и будущих конфликтов? Ну, пока там, слава богу, все спокойно, мы обязательно туда съездим, потому что в 2012 году мы исследовали Северный Кавказ полностью, включая все бывшие горячие точки, соответственно, теперь на очередь за Кавказе. Пока там не горячо, и пока все это не точки? Пока есть возможность, то есть, есть регионы, куда надо успевать попадать, а тут как мы не успели попасть в Сирию, в Ливию и так далее, и теперь, понятное дело, можно ждать неизвестно сколько. Так, соответственно, регионы, которые нам очень нравятся, но которые нестабильны, вот есть сейчас возможность съездить в Ингушетию, в Чечню? Езжайте, потому что я очень надеюсь, что там будет мир теперь всегда, но, сами понимаете, история показывает обратное. Ну, ладно, горячие точки горячими точками, а за камень непосредственно, то есть, 15-й год здорово, море Лаптевых, а до этого что? Не дома же на печке? Ведь каждый год какой-то, у тебя же получается, в принципе, два экстремальных испытания себя на прочность в год, минимум. Ну, так вот, я об этом и говорю, что в этом году, в 13-м у нас за Кавказе, а в 14-м будет некое продолжение за камнем. Это либо будет вот история с зимниками, либо, как вариант, еще есть большое желание посетить отдельно только Монголию, то есть, исследовать ее всю полностью. Это как пустыня Гоби, так и, опять же, вот эти горные районы, потому что все, кто там был, конечно, влюбились в Монголию раз и навсегда. Это страна, она нам близка, в принципе, по культуре, потому что мы все как бы смешаны кровью с монголами. Ну, я, особенно, прямо с монголами я очень сильно, конечно, смешался. Значит, ну, да, не будем обобщать, не всем это было дано. Значит, поэтому в Монголию мы обязательно посетим. То есть, у нас тут два проекта по, скажем, регионам, которые находятся на востоке от Урала. Это немало, это очень немало. Еще, скажем, на два года постоянных занятий, скажем так. Если у нас хватит сил, возможностей, средств снять по каждой этой экспедиции фильм, то, соответственно, это будет полная реализация наших планов. А что может быть приятнее? А есть какая-нибудь совершенно сумасшедшая идея, ну, условно говоря, там, Берингов, пролив? Ну, какая-то гиперзадача? Гиперзадача есть, мы к ней тоже мелкими шажочками идем, есть желание совершить полную внедорожную кругосветку. Но это, я думаю, будет не завтра. Но мы к ней готовимся. Сколько лет ты на это собираешься потратить? Три года. То есть на три года ты исчезаешь отовсюду и уходишь? Нет, мы все люди, мы все все-таки привязаны к социуму. Плюс к тому, этот материал надо как-то обрабатывать. Я планирую месяц ехать и потом два-три месяца быть в Москве, обрабатывать материал, заниматься работой и все такое. Потом опять на месяц улетать и ехать дальше. Алексей Мочелов цените эти мгновения, когда он живой, осязаемый, не только на пленке, а здесь в студии. Потому что кто его знает, какая экспедиция через некоторое время его увлечет окончательно и мы получим только принятные воспоминания об этом. Но я надеюсь, что будут фильмы и возможность прийти и рассказать. Спасибо, Леша. До свидания. Всего доброго.